Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех! Сегодня с вами артисты Тихоокеанского симфонического оркестра. И сегодня мы закрываем очередной концертный сезон. По традиции в заключительном концерте играют солисты оркестра. Специфика оркестровой работы основная в том, что это труд коллективный, когда всем нужно находиться в едином потоке, ни в коем случае не выбиваться, свои эмоции соотносить с общими, чувствовать локоть товарища, выполнять все требования дирижера и при этом всего себя отдавать исполнению. Труд, прямо скажем, непростой, требующий большой энергозатраты и требующий полной самоотдачи. Поэтому очень приятно, что к окончанию сезона, когда сыграно немало программ и множество произведений от мировой классики до рок-хитов, есть артисты, желающие играть из соло. А сольное выступление – это вещь особенная, когда ты впереди, когда ты берешь ответственность на себя, когда ты полон решимости. И если брать эмоциональную составляющую, то сегодня очень важное событие для наших музыкантов, и вы становитесь участниками этого события, потому что музыка должна быть услышана, у музыки должны быть слушатели. Программы заключительных концертов всегда меняются. На этот раз особенно много будут выступать струнников и, в частности, скрипачей. Я думаю, для многих это сюрприз, потому что все любят скрипку, и для многих она действительно символ всего самого прекрасного, символ красоты, музыкального изящества. Недаром скрипку называют королевой оркестра. Откроет нашу программу произведение для двух скрипок с оркестром. На сцену выйдут две артистки. Это Марина Козлова, исполнитель опытный, яркий, эмоциональный, и Дарья Ировая, чей путь в искусство профессиональное только начинается. Дарья, студентка пятого курса Дальневосточного государственного института искусств, но свое умение и свое дарование она подтвердила победами на многих международных конкурсах, став лауреатом этих конкурсов. Итак, программу открывает вторая и третья части реминорного концерта для двух скрипок Антонио Вивадди. Исполняет струнный состав Тихоокеанского симфонического оркестра, дирижер, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Анатолий Смирнов, солисты Марина Козлова и Дарья Яровая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Стали играть его, но и появились переложения. Сегодня мы услышим произведение для альта с оркестром. На авансцену выйдет Ольга Строгая. Не только в составе симфонического оркестра. Многие могли заметить Ольгу, но и в составе эстрадного оркестра Приморской филармонии. И помимо этого, Ольга участница струнного квартета «Вдохновение». Макс Брух, Кол Нидри. Солистка, лауреат международных конкурсов Ольга Строгая. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы не могли не вспомнить человека, которого, к сожалению, с нами больше нет. Это наш коллега, кларнетист Николай Дмитриевич Калера. В этом году, а точнее в этом сезоне, его не стало. Он пришел в коллектив сразу по окончании Бальневосточного государственного института искусств. Тогда это был оркестр Периморского радиотелевидения. Потом оркестр стал самостоятельной организацией. Потом влился в филармонию. Долгий путь прошел музыкант вместе с оркестром. Было много трудных моментов и радостных. Две недели назад Николаю Дмитриевичу исполнилось бы 75 лет. А в оркестре он проработал более 45 лет. Пьесу, которую мы сейчас будем исполнять, хотим посвятить памяти этого человека. И в ее исполнении активно участие принимают музыканты кларнитовой группы. Солировать будет Ростислав Лагунов. А за дирижерский пульт станет Атабек Расулов. Микеле Манганин, Адашу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Произведение, которое мы сейчас услышим, изначально предназначалось для скрипки. Автор его Камильсен Санс. Речь идет о знаменитой виртуозной концертной пьесе и интродукции Ронда Капричоза. Мы будем слушать переложение для флейты. Перед вами выступит Владимир Чижов. Артист очень интересный. Он более 10 лет работает в оркестре. Является лауреатом многих международных конкурсов, которые проходили не только в нашей стране, но и за рубежом. Кроме этого, Владимир делится своим мастерством с юными подрастающими флейтистами. И не так давно он стал лауреатом премии «Золотой ключ», учрежденной именно для музыкантов-преподавателей. Итак, завершает первое деление концерта. Интродукция и Ронда Капричоза Сен Санса. Исполняет Тихоокеанский симфонический оркестр. Дирижер, заслуженный артист Раистрии Анатолий Смирнов. Солист, лауреат международных конкурсов Владимир Чижов. Раистрия Анатолий Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты! Добро пожаловать в Казахстан! 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 и участница ансамбля «Одохновение». Ну а Евгения Барсукова преподает в музыкальной школе, воспитывает юных скрипачей. Мы услышим пьесу Андрея Серова. Называется она «Вальс-минутка» для двух скрипок с оркестром. Солистки, лауреат международных конкурсов Анна Зверева и Евгения Барсукова. Аплодисменты. 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 И на авансцене появится Людмила Гомозова, артистка, которая ведет очень активную концертную деятельность и в составе оркестров, симфонического и эстрадного, и в составе разного рода ансамблей на сцене Приморской филармонии Дальневосточного государственного института искусств. Кроме этого, Людмила руководитель и участница ансамбля «Кармен». И много раз выступала соло в сопровождении оркестра. Прозвучит испанская серенада Александра Глазунова. В сопровождении оркестра под управлением Анатолия Смирнова играет лауреат международных конкурсов Людмила Гомозова. Анатолия Смирнова 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 В продолжение нашей программы Солистки Анна Зверева и Юлия Матурина 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 Спасибо. 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 Прекрасно, что намерения наших музыкантов Андрея Воронова, концертмейстера группы «Труп» и Атабека Расулова, концертмейстера группы «Кларнетов» намерения как-то расширить. Спасибо. 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 Андрей Воронов. Спасибо. Аплодисменты. 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 Играет музыка 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 Дорогие друзья, наш концерт подходит к своему завершению. Я уверена, что непременно нужно поблагодарить наших прекрасных артистов за больших зрителей,ylon... за большую т North Win Из балета ГНМ Рама Хачатуряна Лизгинка, дирижер Атаби Акрасула. Девушки отдыхают. 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 Дирижеры. Девушки отдыхают. 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 Девушки отдыхают.